В Государственном художественном музее в Бендерах открылась выставка выпускников Высшего художественного колледжа. Два зала графики, живописи и даже иконы по технологии Андрея Рублева, рассказывает Инна Сочалко. 27 выпускников художественного колледжа и два зала музея. Впрочем, даже здесь не все работы. Самые масштабные уже давно украшают улицы Бендер и Слободзеи. Весь последний год студенты колледжа восстанавливали и работали в технике с графита. В переводе с итальянского это означает «процарапанный». Техника ближе к рисованию и лепнине. С ее помощью украсили стены в Слободзейской художественной школе и самом Бендерском колледже. Мы думали, что эта технология есть, она доступна. Как оказалось, все забыто за 30 лет. Действительно, все забыто. Пришлось буквально восстанавливать по крупицам. Техника восстановлена. Теперь мы с удовольствием сообщаем, что мы ей пользуемся. Она есть, и студенты дальше могут в этой технике выполнять монументальные работы. Еще одно открытие года – иконы, выполненные выпускниками колледжа. Например, вот это – Благовещение. Написано по технологии мастеров 12 века. Краски для нее автор делала сама. Растирала пигмент с яичными желтками. И еще одна редкость в работе – наливной левказ. Это серебристый фон с рельефным рисунком, сделанный вручную при помощи кисточки. Левказ – это грунт, которым покрывается доска, чтобы икона была прочная и служила не одну сотню лет. Этот левказ специальным образом растапливается и кистью тоненько несколько слоев наносится. Причем этот левказ у меня постоянно застывал. Мне каждую минутку приходилось его нагревать, чтобы растопить до нужной консистенции. Технологически было тяжело. Я закопалась где-то на месяц. В каждой картине демонстрация владения техникой и своя философия с историей. На полотне Анастасии много символов и целая судьба человека. Сафроний Несмеянов служил у нас в Бендерах, в Бендерской крепости. Прошел и войну, прошел и службу в армии, был военным священником. И в конце концов еще и расстреляли его. Некоторые выпускники Бендерского художественного колледжа продолжат свое обучение. Другие начнут преподавать детям рисование. То, что они уже умеют, можно увидеть в Государственном художественном музее. Выставка продлится до середины августа. Инна Сочелка, Михаил Белый, ТСВ.